Вознакомились мы с Женечкой осенью, мы с подружкой сидели дома, позвонили друзьям, пригласили нас в кафе на набережной. Приехали мы туда, там в этой компании был Женеч. Хороший мальчик, добрый, отзывчивый, милый. В этот вечер, после того, как я ее видел, я решил, что она будет моей. Отношения наши развивались очень стремительно. Буквально через месяц я уехала на сессию в Днепропетровск. Женечка мне позвонил в середине ночи и сказал, что он меня любит. Но причем он сказал так быстро, чтобы я это не разобралась. Как-то это все так быстро переросло в отношения, даже сами не поняли как. Приехала я с сессии. Отношения уже как-то, можно сказать, перешли на какой-то другой уровень. Уже это были действительно чувства. И Женечка приезжал ко мне без конца. Его машина ночевала под моим подъездом, можно так сказать. И через два месяца мы стали с ним вместе жить. Юлечка у меня такой человек, она меня всегда поддерживает, всегда понимает. Она у меня милая, заботливая, нежная. Очень веселая, что мне в ней нравится. Бывает, когда у меня нет настроения, она мне заводит меня аж как с полоборота. Женечка у нас очень справедливый мужчина, очень таким стержнем мужским. Но по отношению ко мне он очень добрый. Поэтому люди, которые его знают, не могут поверить, что он может быть такой нежненький. Он обцелует везде, во все точечки, во все пяточки, во все ручки, во все пальчики. Он пожалеет, приголубит, признается тысячу раз на День любви, скажет доброе утро, спокойной ночи. Тысячу раз позвонит, я ухожу на работу, у меня без конца великий телефон от сообщений. Он очень внимательный, очень заботливый, очень нежный, очень добрый. Я даже не знаю всех хороших качеств, потому что мы собрались именно в этом мужчине. 21 августа мы с Женечкой пошли в кино. Я не подозревала, что это будет какой-то необычный поход для меня. Я попросил людей, чтобы они подарили, я раздал им по цветочку, и они подарили ей розы. Я не понимала, в чем дело, потому что эти люди все удалили с зала. У меня, естественно, полные руки цветов. А оказалось, Женечка становится на колено и предлагает мне выйти замуж. Достал колечко и спросил у нее, станет ли она моей женой. На что я услышал ответ «Да». Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok